Сессия городского собрания Нарвы Говорите о том, что качество воды в кранах Нарвитян будет на самом высоком вполне европейском уровне. Но самое главное, что удалось решить в ходе обсуждения бюджета, это найти средства для повышения фонда заработной платы. Приоритетом бюджета этого года со стороны фракции Центр был поставлен поднятие зарплаты на 10% абсолютно всем, кто получает зарплату из городской казны. Значит, это касается работников техских доскольных учреждений, подведомственных других учреждений, школ по интересам, тренеров, то есть вообще всех. Естественно, вопрос был нелегкий, потому что сумма, которая была нужна для того, чтобы достичь этого результата, это было чуть больше полтора миллиона. Продолжаются работы над крупными объектами, в реализации которых заинтересована не только Нарва, но и вся Эстония. В первую очередь здесь речь идет о капитальной реконструкции транзитных дорог, идущих через город. К тому же летом планируется открыть новый пограничный пункт, пропускная способность которого увеличится в три, а то и четыре раза. А значит, возрастет и нагрузка на городские магистрали. На эти цели Нарва рассчитывает привлечь 6 миллионов евро из европейских фондов и около полумиллиона из государственного бюджета на ремонт Таллиннского шоссе уже в этом году. В первую очередь хочется порадоваться за квартирные товарищества Нарва, поскольку несколько сотен тысяч евро заложены на различные программы поддержки. Для примера могу сказать, что на 50% увеличен размер дотаций, которые выделяются на ремонт дорог возле квартирных товариществ. В этом году мы запускаем новую программу, это строительство внутриквартальных дорог, и в этом году планируем обустроить уже первый нуждающийся в этом объект. Первая дорога будет построена в этом году. Продолжится и текущий ремонт, и капитальный ремонт основных дорог города. Но стоит отметить, что в проектах республиканского уровня, разумеется, многое зависит от правительства. В прошлом году министры много раз приезжали в Нарву и не скупились на теплые слова и обещания, но теперь настал момент, когда обещания можно подкрепить и реальными делами. Может быть, новое правительство будет более щедрым, но тут многое зависит именно от результатов выборов. Икатина Плехова, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.